Как Джилет заманивал клиентов. Неожиданные факты об известном бренде. Компания Джилет вышла на рынок еще в 1901 году и до сих пор не теряет своей популярности. Как Первая мировая повлияла на успех бренда и сколько миллиардов потеряла фирма из-за громкого гендерного скандала. Основатель Джилет – известный фантаст. В 1894 году из-под пера американского фантаста Кинг Кэмпа Джилета в свет вышла социал-утопическая книга «Человеческий дрейф». В романе изобретатель предложил свою уникальную концепцию города. Концепция предусматривала трехуровневый мегаполис, расположенный на месте Ниагарского водопада. Рассчитанный на 60 миллионов жителей, он должен был иметь совершенную экономическую систему производства и распределения, управляемую объединенной компанией. Акции объединенной компании принадлежали бы каждому, и все они имели бы долю. Джилет писал, что такой тип компаний вылечит все, что было неправильным в обществе, сделает людей более спокойными и счастливыми. В 1895 году Джилет пытался продать очередную вещь. Он был торговцем, но хотел создать что-то, что принесет ему богатство и славу. Был этим одержим, в хорошем смысле слова. Ценный совет Джилет получил от своего босса. Тот посоветовал Кэмпу создать вещь, которую можно использовать всего раз, а потом покупать снова. Воплотить собственные фантазии в реальность Джилету не удалось и после 1910 года, когда появилось продолжение идеи в книге «Мировая корпорация». В ней Кинг выдвинул идею, чтобы США не только стали утопическим обществом, но и расширили его на остальной мир. Джилет также предложил Теодору Рузвельту работу президента компании, но Рузвельт отказался. Мировое признание изобретателю и торговцу Кингу Кэмпу Джилету принес не его писательский талант, а предпринимательская жилка. Как безопасная бритва покорила рынок. Еще сто лет назад возможность пользоваться предметом одноразово считалось открытием. Революция в культуре потребления началась со станков для бритья. Джилет, сам того не осознавая, стал первопроходцем модели дешевый девайс, дорогие комплектующие, что впоследствии покорило весь потребительский рынок. Справка. Бритву Джилет используют 570 миллионов человек в 120 странах мира. Годовой доход компании превышает 14 миллиардов долларов. Мистер Джилет не был первым, кто предложил безопасный механизм. За сотню лет до него, француз Жан-Жак Перет предложил бритву с деревянной защитой на лезвии. Порезы это не исключало, но частично спасало от глубоких ран. А вот как раз безопасную бритву, такой, какой мы представляем ее сейчас, открыл миру именно Джилет в 1901 году. К тому времени мужчины брились опасными бритвами, которые приходилось править на кожаных ремнях или точить у специалистов в парикмахерской. По легенде, Кинг Кэмп Джилет придумал свое изобретение именно во время бритья. Новая бритва должна была выглядеть так. Две пластины, между ними заточен кусок стальной ленты и Т-образная ручка. Джилет не изобрел собственно бритвенный станок. К моменту его изобретения несколько моделей этого устройства уже существовали. Новшеством стало недорогое тонкое лезвие из штампованной стали. Когда лезвие тупилось, его меняли на новое. На разработку технологии понадобилось 6 лет, а придумал ее не один Джилет, а также Уильям Никерсон. В том же 1902 году Кинг получил патент на Т-образную безопасную бритву и основал фирму Джилет Сефити Резерс Кэмпани. Производство началось в 1903 году, а за первый год компания смогла продать всего 168 станков и 51 лезвие. Уже в следующем году продажи достигали 90 тысяч станков и 120 тысяч сменных лезвий к ним. За два года Джилет стал миллионером. Впрочем, Джилет создал гораздо больше, чем бритву. Это был совершенно другой уровень маркетинга. Спрос на Джилет во время Второй мировой. Военным нужно было выглядеть опрятно, а времени и условий для бритья в окопах не хватало. К тому же, чисто выбритому лицу лучше прилегал противогаз, и у солдата было больше шансов выжить в случае газовой атаки. Армия США закупила сразу 3,5 миллиона, станков. А привычку к сменным лезвиям принесли с фронта домой не только американцы, но и солдаты других стран. Появились филиалы компании по всему миру. Прибыли росли бешеными темпами. Так бритва Джилет стала атрибутом мужества, гарантируя компании целые поколения будущих клиентов. Бритвы Джилет были представлены в двух версиях. Набор в цвете хаки для солдат. И металлический набор, который можно было приобрести за 5 долларов у розничных торговцев. В то время это была средненедельная зарплата рабочего. Поэтому Джилет решил продавать станки ниже себестоимости, а иногда раздавал их бесплатно. Так Кинг хотел заманить как можно больше клиентов, которые затем регулярно покупали сменные лезвия. Модели ценообразования из двух частей работают путем навязывания того, что экономисты называют изменением расходов. Хотите сварить кофе другой марки? Тогда приобретите другую кофемашину. Как Кинг потерял почти все состояние. В 1910 году Джилет снова задумался о счастье для человечества, выдал ту же книгу Мировая корпорация. Но на этот раз от слов перешел к действиям, зарегистрировал общественную организацию. Он предложил правительством мира уйти в отставку, а всемирную корпорацию возглавить Теодору Рузвельту. 26-й президент США отказался. Предложение отвергли также Уильям Тафт и автомобильный король Генри Форд. Джилет был разочарован. Он планировал потратить на обустройство мирового правительства заработанное на бритвах 200 миллионов долларов. А теперь тратиться было не на что. Кэмп переехал в Калифорнию, где занялся выращиванием апельсинов. От врачей он узнал о полезных свойствах цитрусовых и увлекся еще одной утопической мечтой – накормить апельсинами всех американских детей. Романтическую иллюзию добил кризис 1929 года. Тогда Кинг потерял почти все состояние. Компания смогла устоять, но уже без своего основателя. Совет директоров заставил Кинга уйти из собственноручно созданного детища. Акционеры выкупили за бесценок его долю. А сам Кинг Кэмп Джилет умер фактически в нищете в своем апельсиновом раю. Модель крючка и наживки. Впоследствии маркетологи назовут такой подход бритва-лезвие, или модель крючка и наживки, когда главный продукт продают по более низкой цене, а прибыль получают путем многократных продаж деталей. Двухкомпонентное ценообразование, также известное как модель бритвы и лезвий. Потому что именно в этой сфере модель привлекла внимание. Конкуренция с компанией Биг. Без Кинг Кэмпа Джилета, Джилет продолжила свое развитие. С конца 1970-х компания начала поглощение Браун, в 1984-м, под Джилет легла Урал Би, а в 1996 году компания приобрела акции Дюрасел. Корпоративный лозунг компании. Мы перестанем создавать лезвие для бритв только тогда, когда их невозможно будет сделать лучше, отметил Гордон Брикс, инженер Джилет. После появления одноразовых станков компании Биг в 1975 году, руководство Джилет, уже имея горький опыт борьбы с упорным конкурентом на рынке шариковых ручек и зажигалок, пыталось сразу вытеснить наглых французов из США. В 1976 году компания выпустила собственные модели одноразовых станков, Джилет Блю и Джилет Блю 2. Правда, успех был временным. В 1977-м Биг зашла на американский рынок и в собственном стиле прибегла к агрессивной рекламной компании. Рекламу пришлось снять с эфира. Американская компания справедливо попросила предоставить доказательства. Понятно, что захватить лидерство Биг на всем рынке бритв не смогла, но в сегменте одноразовых товаров это удалось. Убытки из-за новой моды. В 2005 году корпорация Procter & Gamble выкупила Джилет вместе с ее дочерними компаниями за 57 миллиардов долларов. До факта компания прекратила самостоятельно распоряжаться своими деньгами. В 2020 году доход Procter & Gamble достиг 70 миллиардов долларов. Продукция Procter & Gamble ориентирована преимущественно на женщин, а изделие Джилет – на мужчин. Слияние с лидером рынка аксессуаров для бритья, то есть Джилет, позволило Procter & Gamble преодолеть так называемый феминизм бизнеса и заполучить в клиенты мужскую аудиторию. Впрочем, оправдала ли Джилет ожидания относительно Procter & Gamble, вопрос спорный. Ведь волосы больше не являются вопросом опрятности. Среди мужчин модно носить бороду, а женщины отказываются брить подмышки из-за пропаганды феминизма и бодипозитива. Мужские бороды ценой в 5 миллиардов долларов. Именно столько потеряла компания Procter & Gamble, которая владеет Джилет. Мода на растительность на лице стала причиной существенного сокращения объемов рынка лезвий и станков. Падение в целом составляет более 11%. Также ситуация ухудшила острая конкуренция со стороны сервисов подписки на бритвенные принадлежности. В частности, Dollar Shave Club, про которых аналитики говорят, что мода на бороды скорее всего сохранится. Ведь согласно большим количествам исследований, мужчины с бородой воспринимаются окружающими как более зрелые и надежные. Женская аудитория Джилет. Долгое время бренд был исключительно мужским. Но в 1970-х годах компания все же решилась производить бритвы для женщин. Именно Джилет навязал женщине желание стать богиней с идеально гладкими ножками. Компания Джилет запугивала женщин. Если не хочешь остаться одинокой, тело должно быть гладким. В продвижении женских бритв помогла опять же война. На фотографиях, которые часто с собой брали мужчины на фронт, все женщины были выбритыми. Во время Второй мировой, нейлон и шелк шли на изготовление парашютов и военной формы, а ткань, из которой делали женские чулки, стала полупрозрачной и не скрывала волосы на ногах. Из-за желания быть желанными женщины начали брить ноги. Но все изменила эпоха феминизма и бодипозитива. Согласно последним исследованиям, девушки-миллениалы все чаще отказываются от бритья. В 2016 году подмышки регулярно брили только 77% девушек в возрасте от 16 до 25 лет. Еще в 2013 году этот показатель составлял 95%. 12 тысяч человек подписалось на Доллар Шейф Клаб в течение 48 часов после того, как видео появилось в сети. В 2010 году Джилет контролировал 70% американского рынка продаж в ритейле и только 20% онлайн. Справка. В 2016 году Доллар Шейф Клаб выкупила компания Unilever и вывела их на второе место на американском рынке бритв, сразу после Джилет. За этот же период количество девушек, которые бреют ноги снизилось с 92 до 85%. Новые соперники Джилет. Вследствие суровых патентов Джилет другим производителям бритв сложно бороться с флагманом рынка. Только бритва Fusion защищена около 70 патентами. Но в 2012 году на пути Джилет встретились яркие соперники. Сервисы доставки Бритв Харрис и Доллар Шейф Клаб, которым удалось подвинуть позиции компании. Доллар Шейф Клаб стал известным благодаря вирусному видео с участием основателя Майкла Дубина. Успех столетней компании подорвал новичок. Позиции охвата рынка компании Джилет упали до 54%. Пытаясь конкурировать с Доллар Шейф Клаб, Джилет ввел услугу подписки «Джилет он-деменд». Цена стартовала от 7 до 20 долларов. Критика и скандалы. После неудачных попыток конкурировать с сервисами доставки, Джилет решили воздействовать на рынок уже привычным способом. Манипуляции и ценностями. С 1989 года слоган компании звучал так «The best man can get» — «Лучшее, что может получить мужчина». Но в 2019-м Джилет решили изменить слоган на «We believe» — «The best man can be» — «Мы верим в лучшее в мужчинах». В новом рекламном ролике компания заявила, что в мире что-то пошло не так с пониманием мужественности. Тысячи просмотров на YouTube, обсуждения в соцсетях и эфирах телеканалов, шквал критики и бойкот. Негативная реакция на рекламную кампанию не прекращалась. 1,5 миллиона дизлайков против 797 тысяч лайков. Вслед за этим Джилет опубликовал еще один ролик, который стал поводом для громких заголовков с трансгендерным мужчиной. В ролике рассказывают историю Самсона, художника из Торонто, о его первом опыте бритья с отцом. Как бы это ни случилось, и при любых условиях, твое первое бритье особенное. Это главный посыл видео. И общество оказалось не готовым к подобным заявлениям, а результат бурной реакции не заставил себя ждать. Компания Procter & Gamble, а именно отныне дочерний Джилет, потеряла 8 миллиардов долларов прибыли. Женская аудитория тоже не совсем положительно отреагировала на новый слоган компании, они обвинили Джилет в лицемерии. Ведь у компании Джилет существует так называемый розовый налог, согласно которому женские товары Джилет на 13% дороже мужских. То есть если Джилет действительно переживает за равенство прав, то почему бы не начать с себя.